Давайте тогда перейдем к основной презентации. Вот вы видели блестящие три операции, которые выполнили три наших блестящих хирурга в первой части нашей конференции. Но, к сожалению, даже вот при такой прекрасной технике, которую они нам продемонстрировали, дай бог, чтобы эти три больных, которых сегодня оперировали, чтобы у них было все хорошо, но, к сожалению, вы знаете прекрасно, что даже при отлично выполненной, казалось бы, радикальной операции, у части больных развивается так называемый биохимический рецидив, ну или маркерный рецидив, то есть идет рост ПСА. И далеко не всегда мы можем понять, откуда идет этот рецидив, из ложа предстоятельной железы, из лимфоузлов, из метастазов в костях. И очень часто, я думаю, у всех в практике есть такие больные, мы этим больным с биохимическим прогрессированием после простатоктомии назначаем гормональную терапию и лечим их гормонами для того, чтобы подавить развитие болезней. И вот рано или поздно эти больные перестают отвечать на гормональную терапию, у них начинает расти ПСА. Он сначала падает до нуля, а потом начинает расти. И у ряда этих больных это совпадает с появлением метастазов, но у некоторых пациентов мы не видим, опять же, прогрессирование процесса, мы не видим метастазов в лимфоузлах, костях. И вот как раз эта категория больных называется больные не метастатическим, но уже кастротрезистентным или кастрационно-резистентным раком предстоятельной железы. И вот основной вопрос, который возникает, можно ли отсрочить развитие метастазов, а мы все понимаем, что больные раком предстоятельной железы, если они умирают от болезни, они попадают под машину, выходя на улицу, умирают как раз от метастатического процесса. И я предоставляю слово Александру Константиновичу с этим вопросом. Можно ли отсрочить развитие метастазов при кастротрезистентном не метастатическом раке? Можно? А слайды чем? Передо мной поставили задачу рассказать вам, существуют ли пациенты без метастазов в принципе и вообще существует ли эта группа больных, о которых говорил Борис Яковлевич, о которой мы должны сегодня разговаривать. На самом деле, на мой взгляд, действительно онкологических больных, наверное, без метастазов не существует. Но метастатический процесс, он точно так же совершенно гетерогенен, как и вообще любой процесс, и в том числе процесс, происходящий у человека. И поэтому они могут совершенно отличаться. И мы можем клинически видеть метастазов, а может быть мы их не видим. Но при этом мы прекрасно знаем, что даже при локализованных формах мы можем выявлять так называемые циркулирующие опухолевые клетки, которые, наверное, по сегодняшним представлениям, являются предшественниками этих самых метастазов. Тем не менее, наверное, выделение определенных клинических групп является достаточно важной задачей, потому что мы должны понимать, как этих пациентов лечить. И, конечно, вот та схема, которой мы в основном пользовались до последнего времени, что действительно мы выявляем на ранних стадиях рак предстательной железы, локализованный или местно распространенный процесс, проводим лечение, прекрасно знаем, что абсолютное большинство этих пациентов срецидивируют, особенно пациентов с местно распространенным процессом. Чаще всего это будет биохимический рецидив или клинический, проявляющийся радиологическими признаками рецидив, который мы начинаем лечение. И, по сути, у нас две опции. Либо мы продолжаем локальную терапию в виде лучевой терапии, возможно, брахитерапию, на сегодня, может быть, и фокальные какие-то методы, либо проводим системное лечение, системную гормональную терапию. И, наверное, из повседневной практики мы понимаем, что абсолютное большинство этих пациентов будут получать на сегодня различные варианты гормонального лечения. И рано или поздно, в средний срок, это два года, пациенты достигнут кастрационной рефрактерности. И когда стали активно делать радикальную простатэктомию, и мы вот на своей практике, естественно, с этим столкнулись, что появились больные, которые прогрессируют, у которых ПСА растет, а радиологических признаков прогрессирования мы не видим, у него нет метастатического поражения. И, конечно, для нас определенный был вопрос, что с этими пациентами делать. И в определенный момент, конечно, мы просто занимались игрой в гормональную терапию, называя ее второй линией гормональной терапии, добавляли простые антиандрогены первого поколения. Ну и развиваясь именно в этом направлении, использовали различные возможные на тот момент векторы гормональной терапии. Но какого-то убедительного решения для этих больных на самом деле не было. И поэтому, наверное, все-таки актуально, что вот эта группа пациентов появилась, и с появлением новых препаратов, о которых мы в частности сегодня будем говорить, вот эта группа больных стала интересна. И в этой группе больных эти препараты, то есть антиандрогены второго поколения, они продемонстрировали свою эффективность. Если дать характеристику этих пациентов, то это не метастатический кастрационно-рефракторный рак предстательной железы, то есть те пациенты, которые уже получали лечение, получали в том числе и гормональную терапию, и на этом фоне мы видим прогрессию ПУП-СА при кастрационном уровне тестостерона, но при этом, естественно, мы не визуализируем наличие клинически выявляемых метастазов. С другой стороны, группа понятна, и мы, еще раз говорю, повседневно сталкивались с этим и находили какие-то решения. Но с другой стороны, если посмотреть, дальше уже будем оценивать результаты, смотреть непосредственно сами исследования, посвященные этой теме, на мой взгляд, это несколько искусственно выделенная группа. Тем более после посещения экспертного совета на той неделе в Москве, который был посещен этому же препарату, но только у пациентов с гормоночувствительным метастатическим раком предстательной железы. И мы увидели, что подобная же опция эффективна и у этих больных. И поэтому, конечно, вот этот вопрос, о существует ли неметастатические пациенты, на мой взгляд, достаточно важен. Мне кажется, нет. И пациент с единственным метастазом, первично выявленный, и пациент с неметастатическим раком предстательной железы в кастрационно-рефракторной форме, наверное, на мой взгляд, будут иметь одинаковые прогнозы. И по результатам исследований мы увидим эффективность у этих пациентов, и у тех, и у тех, практически одинакового подхода в лечении этих групп. Поэтому, возможно, со временем будут пересмотрены, и мы опять получим новые какие-то статификации у этих больных, и новое деление, оно будет клинически, возможно, более интересным. Но на сегодняшний день все-таки эта группа существует, мы ее должны выявлять, мы ее должны стратифицировать, и, естественно, предлагать им адекватное современное лечение, которое на сегодняшний день специализировано в том числе в нашей стране. Насколько часто встречаются подобные состояния? На этот вопрос предлагается ответить вам. Пожалуйста, на своих пультах голосования, телефонах, выберите тот ответ, который вам кажется наиболее правильным. Коллеги, это вопрос касается того, сколько больных в процентах вы видите в своей практике? В этой практике вы встречаете не метастатических кастрационно-рефракторных пациентов. Мы как поймем, что голосование идет? Запустилось? А, уже есть, да. Уже даже ответ есть. Нет, еще пока. Дайте знать, когда закончили. Наверное, закончилось уже, да, голосование? Все проголосовали. Мы видим, как динамично он меняется. Тут каждый голос при этой аудитории, конечно, имеет свое большое значение. Но, тем не менее, мы видим, что все-таки преимущественно это небольшое число этих больных. Наверное, это так и есть. И частота выявления этих пациентов не столь высока. Можно дальше? На самом деле, действительно, по эпидемиологическим исследованиям и тем цифрам статистики, которые мы на сегодняшний день располагаем, кастрационно-рефракторный рак предстательной железы развивается у 10-20% пациентов примерно в течение 5 лет с момента наблюдения. Понятно, что это все больные различных групп прогноза. 84% имеют метастазы на момент установления диагноза кастрационно-рефракторного рака предстательной железы. То есть тот момент, когда мы уже имеем кастрационную рефракторность, абсолютное большинство пациентов, больше более 80% уже клинические метастатические. Если, естественно, не метастатические, а то, о которых мы говорим, приблизительно составляет 15%, это как раз та группа больных, которые и входят в зону нашего интереса. Если говорить о общем числе, абсолютном числе пациентов, в частности в Российской Федерации, то понятно, что если взять эти цифры от числа заболевших в Российской Федерации, то приблизительно 3,5-7 тысяч пациентов в нашей действительности имеют подобную ситуацию. Но цифра, с одной стороны, большая. Но если мы ее поделим на все субъекты Российской Федерации, то эта цифра будет достаточно маленькая, а тем более, если на каждый центр, на врача и так далее. То есть на самом деле получается, что в нашей повседневной клинической практике этих больных не так много. И здесь, наверное, возможно в том числе и какая-то концентрация этих больных более в специализированных центрах, где оценка этих пациентов и адекватное лечение, возможно, будет более целесообразна. Но понятно, что это все в том числе решит время. С другой стороны, в частности, на примере Германии, можно на сегодня говорить, опубликованы данные, что если в начале пути этот процент был низкий, тот, который мы видели на слайде, в пределах 3-4%, то на сегодняшний день, когда стали выделять эту группу пациентов, оно увеличилось чуть ли не в три раза. То есть когда проблема появилась, и она уже на сегодняшний день полностью очерчена, и специалисты более целенаправленно работают в этом направлении, то, естественно, таких пациентов становится больше. Эта группа выделяется, ну и, естественно, результаты лечения становятся лучше. Еще один очень важный вопрос, да, это опять голосование. Какими методами на сегодняшний день мы должны и можем диагностировать и стадировать этих пациентов? Я думаю, что тенденция понятна, что абсолютное большинство выбрало стандартные методы обследования, компьютерную томографию и стентиграфию, и на мой взгляд это абсолютно правильно, и вот в тех рекомендациях, о которых я сегодня уже говорил, действительно, для этой категории пациентов мы должны использовать именно компьютерную томограмму и остеостентиграфию. Выполнение позитронно-эмиссионной томографии у этих больных не нужно. Но опять же здесь есть маленькие нюансы, вот в этих рекомендациях это, на мой взгляд, достаточно так для всех категорий пациентов прописано. Может быть, между срок, но тем не менее. Это для тех пациентов, кому мы планируем системную терапию. И вот то, о чем я говорил, что возможно для тех, кто планируем системную терапию, как раз выделение вот этих групп, оно может быть рано или поздно сотрется. Но для тех пациентов, кого мы можем предположить, какое-либо локальное лечение при позитронно-эмиссионной томографии приобретает все больше и больше значений. Возможно, и у этой категории больных какая-то часть может иметь в этом необходимость. Но если мы планируем системную терапию лекарственную, то этим больным выполнение позитронно-эмиссионной томографии, МРТ всего тела, выполнять не нужно. И не нужно вплоть до того, что если вы даже убедительно находите подтверждение наличия метастаза при этих методах исследования, они все равно остаются в группе неметастатических, если по остеосантиграфии и при компьютерной томографии вы не видите изменений. Это таковы правила на сегодняшний день формирования этой группы пациентов, что и подтверждает в том числе то, что некоторая искусственность в выделении этой группы, на мой взгляд, существует. Но те самые исследования стентеграфия действительно обладает высокой чувствительностью, но все-таки меньшей специфичностью. Здесь достаточно такие высокие цифры специфичности приведены, но мы понимаем, что в том числе и ложноположительные результаты являются одной из проблем остеосантиграфии. И МРТ всего тела, наверное, все-таки на сегодня достаточно дорогостоящее исследование, но тем не менее действительно на сегодня позволяет достаточно достоверно и диагностировать метастатическое поражение различных локализаций, и в том числе осуществлять быстрый и эффективный контроль за эффективностью лечения, и в том числе в обнаружении новых очагов в динамике. То, о чем мы говорили по поводу позитронно-эмиссионной томографии, действительно, у пациентов, которым проведено стандартное обследование, например, остеосантиграфия, среди них тем пациентам, которые выполнялась позитронно-эмиссионная томография, у 30 было выявлено метастатическое поражение даже с холином. То есть вероятность обнаружения метастатического процесса у этой группы пациентов, если выполнять позитронно-эмиссионную графию, значительно выше. То же самое продемонстрировано и в этой работе, где среди 200 пациентов уже сформированы группы неметастатического конституционно-рефракторного рака предстательной железы на основании компьютерной томографии, остеосантиграфии и, естественно, признаков прогрессирования, у 98% они были по СМА-ПЭД положительны. То есть практически все. Поэтому вопрос, существует или нет, возможно, несколько риторический. Подводя итог, если говорить о сегодняшней практике, что мы сегодня должны сделать? У пациентов после локальных методов лечения, чаще всего это категория пациентов, на фоне проводимого системного гормонального лечения, если мы наблюдаем прогрессирование по уровню простатспецифического антигена, эти пациенты должны быть обследованы в объеме остеосантиграфии и компьютерной томографии. На основании этого сформирована группа неметастатических конституционно-рефракторных больных, и им, естественно, мы должны назначить то лечение, о котором дальше коллеги будут говорить. Спасибо. Пожалуйста, если есть вопросы. Александр Константинович, спасибо большое. Но я вот вам задам прямой вопрос. ПЭД, надо делать? ПЭД, то есть больным, с кастрационно-резистентным раком на фоне, естественно, продолжающейся андрогенной депривации, без метастазов по данным стентиграфии КТ. ПЭД надо делать? Не надо. Если мы планируем им системное, мы понимаем, что мы будем проводить системное лечение. Сергей, не согласен? Нет, я просто хотел бы немножко даже по-другому вопрос задать именно по поводу ПЭД, учитывая то, что мы находимся в Санкт-Петербурге, и здесь ПЭД практически в изобилии. Вопрос в том, что если имеются признаки прогрессирования по ПСА, и мы решаем вопрос о возможности проведения системной терапии, нужно ли вообще изначально сразу проводить ПЭД? Имеется в виду не резкий скачок ПСА, допустим, на 200 единиц, а вот было два ПСА, осталось 5-6-7 и тому подобное. Я постарался обозначить в большинстве моментов свое выступление, что ПЭД на сегодня этой категории больных проводить не нужно. То есть не будете? Я не буду проводить ПЭД этим больным, потому что, во-первых, еще раз говорю, мы ограничиваем эту группу, это раз, во-вторых, показано, что целесообразности в этом нет. Понятно, что они, скорее всего, являются тоже метастатические, но, по сути, это группа благоприятного прогноза. Проводить то или иное обследование нужно в том случае, если его результаты повлияют на изменение тактики лечения. В данном случае у больных с кастрационной резистентностью, если вы выявляете даже при ПЭД метастазы, вы не можете, что вы будете проводить? Лечение этих олигометастазов, подчеркиваю, при кастрационной резистентном раке ни одно из исследований по спасительным лимфодисекциям, по лучевой терапии на костные метастазы не привело к улучшению результатов лечения. Я не говорю сейчас о больных без, которые не получали гормональную терапию, там ситуация другая, а при кастрационной резистентности это сегодня исследовательские программы, которые пока имеют негативные результаты. Поэтому ПЭД не нужно проводить, ибо это исследование никак не изменит тактику лечения. Коллеги, еще возникли вопросы, Александр Константинович? Тогда еще раз спасибо. Я попрошу Павла Сергеевича все-таки рассказать о том, какое же лечение мы можем предложить этим больным и когда мы должны предложить лечение, помимо, естественно, андроген-депривационной терапии, которую мы должны проводить до смерти пациента. Добрый день, уважаемые коллеги. А поднимите руки, кто ведет амбулаторный прием помимо хирургической деятельности? Народа немного. Значит, давайте рассмотрим клинический случай пациента. Пациенту 75 лет. Пациенту изначально выявлен диагноз рак предстательной железы, глисон 8, изначально ПСА 12,5. И, естественно, пациент, относящийся к группе высокого риска, иммунно означает скомбинированное лечение, лучевая терапия с последующей адевантной андроген-депривационной терапией в течение двух лет. Надир ПСА 1,1 всего на все, то есть у пациента все хорошо. И только в октябре 2019 года отмечается рост ПСА. 2, 2,8, 3,9. Где-то с разницей выполнялся ПСА где-то две недели. С учетом роста ПСА пациенту выполняется КТ и сцентография. Метастазов нет. Вы отнесете этого пациента к пациенту с высоким риском развития метастаза? Проголосуйте, пожалуйста. Вообще, в принципе, отнесете ли этого пациента к группе риска с развитием метастаза в принципе? Достаточно большое количество специалистов относится к этому пациенту к группе высокого риска. Я, конечно, ожидал... И ни одного правильного ответа, заметьте. Потому что правильный ответ это затрудняется ответить. Необходимо... Да, пожалуйста. Да. Ну, честно сказать... Так, сейчас вернусь. Честно сказать, вот сам по себе ответ... 15 лет я принимаю в поликлинике пациентов с раком предстательной железы. И вот такой уровень ПСА, вот честно могу сказать, врачами поликлиник считается, что у пациента все хорошо. Никакого вопроса по поводу риска вообще не стоит. То есть, если посмотреть правде в глаза, вот это голосование, оно не соответствует действительности. Говорю, что ты хочешь, пациент? У тебя ПСА-2, иди домой. И там ПСА-5, иди домой. Это стандартная ситуация. А с другой стороны, посмотрите, сейчас достаточно активно идет смещение лечения рака предстательной железы в сторону, естественно, наиболее раннего явления прогрессирования. Почему? Потому что рак предстательной железы, вот если, наверное, сравнить только с раком яичка, это то заболевание, которое можно вывести по маркеру, по ПСА. Больше никаких заболеваний, как таковых, и не существует, да, кроме рака яичек, непосредственно, вот которых можно по анализу крови определить, есть или нет. И, конечно, для нас это создает условия, действительно, для того, чтобы вовремя найти пациента условно уже клинически значимым раком предстательной железы, чтобы правильно назначить эту самую терапию. И время удвоения ПСА – это, в принципе, достаточно неплохой ответ для того, чтобы дальше решать вопрос с лечением. Если пациент, время удвоения ПСА, то есть прирост ПСА превышает 10 месяцев, мы говорим о том, что пациент не относится к группе высокого риска. Если меньше 10 месяцев, мы говорим, что относится к группе высокого риска. В данной ситуации у пациента 6,2, то есть мы относим его к группе высокого риска. Что такое пациент группы высокого риска? Это пациент, у которого, в принципе, как мы столкнулись с немодистатическим раком предстательной железы, мы уже сразу же с вами говорим о том, что это заболевание является конечным, то есть фатальным. И, скорее всего, в итоге произойдет фатальный исход именно от прогрессирования самого заболевания. То есть если мы о гормоночувствительном раке такого сказать не можем, здесь уже совершенно другая картина происходит. И время до развития метастазов и смерти составляет, до развития метастазов 29,5 месяцев, до медиана общего выживаемости составляет около 45 месяцев. Что вообще вы этому пациенту порекомендуете? Проголосуете либо продолжить текущее лечение, либо смена гормонотерапии, либо антиандроген нового поколения, либо лицетоксел, либо абиротерон. Голосуйте. Под сменой гормонотерапии вы, очевидно, подразумеваете назначение флутамида или бекалутамида. Конечно нет, а бекалутамид исключительно. Еще можно было назначить бекалутамид 50 или 150. Это важный момент. Через день. Ну, категория тех, кто здесь присутствует, она относится к нестандартной выборке, поэтому ответы нестандартные. Вот. Да, в принципе, действительно. Вы сейчас кого назвали нестандартной выборкой? Я сказал, нестандартные. Традиционно-традиционно мы здесь не говорим. Нестандартные. Вот. Поэтому грамотные специалисты, естественно, грамотные ответы. До 2019 года, до того, как вышли, были опубликованные исследования Спартана Проспер, естественно, это пациенту с немедостатическим раком предстательной железы, даже если мы это получали, мы просто могли сказать, что давайте наблюдать, продолжать эту самую андрогенотерапию и играться с антиандрогенами. После этого наступало прогрессирование, пациенту назначали стандартные варианты лечения, абиратрон, там, анзолотомид и тому подобные препараты. Вот. Но в 2019 году, в прошлом году вышли результаты исследования Спартан и Проспер. Это, в принципе, два по дизайну одинаковых исследования. Пациенты с немедостатическим раком предстательной железы высокого риска, им назначалась либо андрогенотерапия в сочетании с исследованным препаратом, либо проводилась андрогенотерапия с плацебо. И первичной контрольной точкой было время до наступления метастазов, а вторичными контрольными точками была общая выживаемость, время до прогрессирования, естественно, качество жизни. И результаты исследований были достаточно интересные. Первое – это снижение риска отдаленных метастазов. Пациенты, которым проводилась терапия, исследуемыми препаратами, у них наблюдалось значимое увеличение времени до наступления метастазов. Показатели общей выживаемости не столь впечатляющие. Скорее всего, с каждым годом, если мы будем выявлять этих пациентов вовремя с немедостатическим конституционным раком предстательной железы, общая выживаемость, различие общей выживаемости будет увеличиваться. Это примерно та же самая аналогия, что с лечением метастатического рака почки. Вот это исследование Спартан. Мы тоже видим достаточно существенные различия. Примерно и результат повторяет то же самое. И что самое главное в исследовании Спартан, было то, что пациенты, у которых были изменения в тазовых лимфоузлах, тоже получали, то есть они относились к статическому конституционному раку предстательной железы, тоже получали это лечение, и лечение тоже было эффективно. Что как раз для этой группы пациентов с точки зрения обычной андроген-депрессионной терапии достаточно дает печальный результат. Является ли ответ по ПСА критерием эффективности? Да. А вы как думаете? Для неметастатического electrone-инститентного рака предстательной железы – да. Для гармошечительного рака предстательной железы – да. Для медстатического shortc count count здесь уже вопрос возникает. Александр Константинович, а вы? Это вы проголосовали? Но на самом деле в этой ситуации у нас единственный инструмент оценки эффективности, плюс наличие, естественно, в отсутствии прогрессирования радиологической, поэтому, конечно, да, да. Спасибо. Пожалуйста, Павел Сергеевич. Действительно, ну, учитывая то, что мы изначально берем пациента и с единственным показателем это времени удвоения ПСА меньше 10 месяцев, то, конечно, критерий роста ПСА, изменения ПСА и тому подобное, связанное с ПСА, оно играет ключевую роль. Это естественно. И пациенты, которым проводилась терапия исследуемыми препаратами, имели гораздо более длительный ответ на лечение и гораздо более длительно ПСА не снижался. Кроме того, если было достижение уровня ПСА до нулевых значений, то фактически пациент, у него метастазирование фактически не наступало, потому что мы видим, что не достигнута даже медиана. Что еще интересного в плане этих двух исследований? Интересно то, что лечение кастрационно-рисентного немедостатического рака предстательной железы, он сказывается впоследствии и на лечении метастатического кастрационно-рисентного рака предстательной железы в положительную сторону. То есть, если мы использовали терапию исследуемым препаратом в немедостатическом раке, то при достижении метастатического мы опять также ожидаем получения достаточно неплохих результатов на фоне проводимого лечения. И данные препараты, они относятся к группе минимально токсичных препаратов, видим сравнительные исследования, сравнение с плацебо. Поэтому препараты, они, естественно, могут быть назначены большому спектру пациентов и, естественно, пожилых и очень пожилых пациентов, в том числе с различными сопутствующими заболеваниями, что, например, нельзя назначать пациентам, которые могли бы быть использованы для метастатического рака при терапии доцитоксилом. То есть, они являются минимально токсичными. Итак, тот самый пациент, которого мы с вами обсуждаем, вот сейчас время, у вас есть все препараты, которые вы хотите назначить, вы вооружены всеми знаниями, какое вы лечение назначите пациенту? Голосуйте. Нет голосования? Вы бы назначили данному пациенту препарат Аполутамид или Энзолутамид? Ну, лучше Аполутамид, поскольку мы здесь находимся, на стилете Янса. А, слушайте, мне сказали, что голосование не работает. Подавляющее большинство согласны с тем, что нужно назначать данный препарат. Я с этим согласен. Борис Яковлевич. Тут кто-то голосует за абератерон. Я просто сразу хочу сказать, коллеги, что абератерон, у абератерона нет показаний, не зарегистрировано показания, не метастатический кастрационный рецентрарк. Поэтому абератерон, это провокация, Павел Сергеевич, мы применять не имеем права у данной категории больных. Так же, как и доцитоксел, естественно. Доцитоксел, я думаю, что здесь, в принципе, полагается на то, что не каждый следует рекомендациям выполнения КТ и остеосинтеграфии и рассматривать пациентов именно в этом плане. Делается ПЭТ-КТ, определяется метастазой и назначается доцитоксел. Ситуация стандартная, к сожалению. Слишком много у нас ПЭТ-КТ. У меня все? Давайте переключимся к презентации. Да, у меня все. Павел Сергеевич, спасибо. Какие возникли вопросы, коллеги, может быть, спасибо, по вот этим препаратам, о которых Павел Сергеевич говорит. Я просто хотел обратить ваше внимание, что действительно препарат Эрлиада, такое красивое название у него, это Аполутамид, и есть торговое название. Так вот, мы имеем опыт работы с этим препаратом в нескольких протоколах. Сейчас он уже с осени доступен для наших пациентов в рутинной практике. И помимо эффективности, о чем Павел Сергеевич очень хорошо сказал, конечно, очень привлекательным в пользу этого препарата фактором является его крайне низкая токсичность. Основным побочным эффектом является сыпь, кожная сыпь. Причем сыпь, которая не дает больному никаких, нет, как правило, кожного зуда. Эта сыпь никогда не бывает третьей-четвертой степени, то есть с развитием каких-то некротических язвенных процессов на коже. Это такая легкая сыпь и все. Вот это самое страшное, что бывает при назначении Аполутамида. Практически нет кардиотоксичности. Иногда очень редко бывает небольшая астенизация, утомляемость повышенная у пациентов, и просто надо об этом предупреждать. И вот качество жизни больных, которые получают этот препарат, а понятно, что они его могут принимать очень долго, вы видели, что на два года увеличивает Аполутамид период для развития метастатического процесса в костях. То есть больные годами принимают ее, и принимают с очень хорошим качеством жизни. Коллеги, у кого-то еще возникли вопросы? Тогда я позволю себе перейти к тому, как изменились клинические рекомендации при появлении вот этих препаратов нового поколения, антиандрогенов нового поколения, как мы их называем. Для начала разрешите задать вам вопрос. Если вы пользуетесь клиническими рекомендациями в своей практике, вот повседневной, то какие вы используете гайдлайны? Это рекомендации Ассоциации онкологов России, которые лежат в основе рекомендации Минздрава, не в основе, а которые утверждаются Минздравом, как национальные рекомендации. Рекомендации НССН, это, вы знаете, американское такое общество по выработке рекомендаций, европейское общество урологов. Все вышеперечислены или не пользуетесь рекомендацией? Александр Константинович, в Петербурге какие в ходу гайдлайны? Петербургские? Ну, смотрите, что получается. Большинство придерживаются или национальных рекомендаций Ассоциации онкологов России, или всех рекомендаций. Ну, 20% пользуются рекомендациями общества урологов, ну, меньшая часть НССН. НССН, конечно, очень любят химиотерапевты, потому что это такие рекомендации, которые дают, по-моему, любой шанс больному на любой вариант лечения. Там ограничений в них практически не существует. Ну что, я коротко просто пройдусь вот по этим гайдлайнам, которые здесь изложены. НССН, Европейское общество урологов и два отечественных общества, общество клинических онкологов и Ассоциация онкологов России. Так вот, рекомендации НССН. Вы видите, что эта группа, она выделила больных с неметастатическим кастрационно-резистентным раком в отдельный раздел рекомендаций, то есть это отдельная глава. И для оценки метастатического процесса рекомендуется сцентография костей. В отдельных случаях может быть использовано PET-КТ с натриевторидом, но вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки пока не лицензирован PET-СМА, а это американские рекомендации. Но это, опять же, в отдельных случаях, когда результаты сцентографии являются сомнительными. А у большинства больных используется сцентография и компьютерная томография для исключения метастазов. И вы видите, что дальше при исключении метастатического процесса больных стратифицируют на группы по периоду удвоения ПСА. Павел Сергеевич сказал, что это важнейший фактор прогноза развития костных метастазов. Его вычисляют с помощью специальных калькуляторов. Калькуляторы в интернете найти очень легко. Туда надо ввести три значения, чтобы был между ними интервал хотя бы месяц. И этот калькулятор выкидывает вам. Если период удвоения ПСА меньше 10 месяцев, то больным, конечно, нужно назначить какой-то из препаратов антиандрогенов нового поколения. У нас в России их зарегистрировано два. Это Аполутамид и Энзолутамид. Третий, который здесь назван, Даролутамид, в России не зарегистрирован. Почему мы обязаны их назначить? Потому что, вы видели, увеличивается период до развития метастазов, увеличивается выживаемость наших пациентов. Что касается рекомендаций Европейского общества урологов, здесь отдельно группа больных с неметастатическим кастрационным резистентом раком не выделяется, но приводятся рекомендации по стадированию больных. И опять же, для стадирования рекомендуется использовать стентографию и КТ-брежную полость, хотя подразумевается, что могут быть использованы и различные варианты ПЭТ-КТ с различными трейсерами, с холином, с ПСМА и так далее. Но опять же, вот вы видите, результаты рандомизированных клинических исследований, оценивающие ведение исход пациентов с метастазами или БЕС, выявленные с помощью ПЭТ, на сегодняшний день не дают нам оснований для того, чтобы внедрять их в рутинную клиническую практику, потому что особенно у больных с неметастатическим конституционным раком эти исследования не влияют на изменения тактики лечения. Соответственно, опять же, в плане лечения больным с высоким риском развития метастазов, а это больные с временем удвоения ПСМА меньше 10 месяцев, рекомендуется назначение апалутамида или энзолутамида с высоким, вы видите, сильным уровнем доказательности. Что касается рекомендации Российского общества клинических онкологов, опять же, отдельно не выделяется группа больных с неметастатическим конституционным рецептом рака, но, опять же, в качестве оценки распространенности процесса рекомендуется стандартная сцентеграфия или компьютерная томография, только как альтернативные варианты могут быть использованы ПЭТ-КТ с холином или филосикловином. И в этих рекомендациях сказано, что наибольший риск развития метастазов имеют больные с периодом удвоения поста меньше 10 месяцев, соответственно, им рекомендуется назначение апалутамида или энзолутамида. У больных с более высоким периодом удвоения, то есть у которых медленно прогрессирует заболевание, возможно продолжение андроген-депривационной терапии. Ну и, наконец, рекомендация Ассоциации онкологов России, которую мы сдали в Научно-практический Совет Минздрава в декабре прошлого года, и которые были утверждены. И сегодня это национальные рекомендации, которым мы должны следовать в нашей клинической практике. Здесь раздел больные с неметастатическим кастрационно-ресцентным раком выделены в отдельный раздел. И, опять же, не рекомендуется применение ПЭТА, а стандартные методики визуализации кассетинографии и КТ для оценки распространенности процесса. И в случае отсутствия метастазов по данным этих методов исследований, рекомендуется назначение апаутамида или энзолутамида у больных с периодом удвоения ПЭТА меньше 10 месяцев, потому что мы с высоким уровнем доказательности можем продлить этим больным жизнь без метастазов и, соответственно, увеличить и в последующем и общую выживаемость. таким образом вы видите достаточно большую схожесть всех этих рекомендаций и единство в тактических подходах у этой группы больных. У этой группы больных и действительно появление препарата апаутамид, а вот буквально на прошлой неделе у этого препарата было зарегистрировано еще одно показание это больные с метастатическим но гормон чувствительным раком. То есть, когда мы выявляем у больного метастазы и начинаем их лечить гормонами, оказалось, что добавление к обычной андроген-депривационной терапии амагонистами или хирургической кастрацией добавление апаутамида приводит к достоверному увеличению продолжительности жизни наших пациентов. И поэтому это сегодня один из самых универсальных препаратов, хоть он и появился позже у других, но его мы можем назначать и у больных с метастатическим раком одновременно с назначением гормональной терапии андроген-депривационной и у больных уже с развившейся кастрационной резистентностью в отсутствии метастазов. Видите, история онкоурологии тоже движется по спирали. Если раньше мы применяли еще лет там 10 назад широко очень максимальную андрогенную блокаду у больных, то сегодня мы потом отказались от нее. Сегодня мы, видите, пришли к максимально андрогенной блокаде, но уже на новом уровне с применением новых активных препаратов. Коллеги, у кого возникли вопросы, потому что тема может быть не совсем такая простая и очевидная для всех, поэтому пожалуйста, кто хотел бы задать вопрос нашим экспертам. Скажите, пока может быть аудитория думает, я еще хотел бы спросить, Павел Сергеевич, вы сегодня больше всего ведете пациентов именно которые наблюдаются в диспансере и в вашей группе больных сколько уже пациентов получили терапию аполотомидом или энзолотомидом при кастрационно-резистентном немедостатическом препарат? Нет, лечение препаратами. Ну хорошо, ну а что вы делаете с ними, с этими больными, они же все-таки есть? Вы им говорите иди домой? В данной ситуации мы жонглируем антиандрогенами, к сожалению. Ну здесь две проблемы, Борис Яковлевич. Первая проблема в том, что действительно сейчас есть определенные недоработки с обеспечением по препаратам, а вторая проблема, честно сказать, еще в голове амбулаторных онкоурологов нет вот этого понимания важности обозначения кастрационно-резистентного немедостатического рака предстательной железы, потому что низкие цифры ПСА, там два, пять, шесть, опять же, уролог говорит, что что ты хочешь, ты все хорошо. ПСА сильно не работает. Вы абсолютно правы, и вы, я всегда вспоминаю этот замечательный роман и фильм, который, я думаю, все смотрели, «Собачье сердце», когда, помните, профессор Преображенский говорит, что разруха, она в головах, и, к сожалению, очень много бед наших пациентов действительно происходит не от того, что плохое обеспечение, не от того, что плохая организация здравоохранения, все это есть, к сожалению, и обеспечение, и организация оставляет живать лучше, но большинство бед происходит, к сожалению, из-за разрухи в головах. Почему? Потому что мы, я не исключаю себя, зачастую не стремимся пойти по более простому пути. Ах, нет, чем тебя лечить? Ну, иди домой, или получай фаутамид, от которого у тебя будет лекарственный гепатит, и больше ничего, то есть хорошего, то пользы никакой, будет только вред. Легче всего так сделать, но надо с этим бороться, надо изживать вот эти привычки к рутинным методам. К сожалению, то, что вы сказали, это в Москве я наблюдаю практически во всех диспансерах. То же самое. Но ситуация меняется, у нас есть тоже прогрессивные онкорологи московские, уже Эрлиада, ну, не могу сказать, льется рекой, но ручейком для наших больных московских уже доступны. Александр Константинович, я успел отреагировать. Вот у меня есть пациент, который только-только начал получать Радиаду, но он не очень стандартный, то есть наоборот может быть стандартный, но вот как раз вот в ту абсолютно, в ту коорту, в которую мы чаще всего себе представляем, он не очень вписывается, этот пациент, который 13 лет назад отказался от локального лечения. 13 лет он упорно отказывался от любого варианта локального лечения, какой мы с ним не обсуждали И не проговаривали. Препарат он буквально на днях начал принимать. Но пока только в начале пути. Поэтому абсолютно тоже согласен с Борисом Яковлевичем. Конечно, все наши разговоры о плохом снабжении и так далее, это должно быть всегда на втором плане. А прежде всего, он должен свою позицию формировать, высказывать и стремиться, чтобы все-таки эти больные получали то, что им необходимо. Я часто вспоминаю, здесь аудитория в основном молодая, но тем не менее, кто-то может быть и помнит, когда в 90-х годах появился золодекс. Он один из первых аналогов релизингормона в нашей практике. И я помню разговоры, очень маститые профессора говорили, да вы что, кто же будет назначать этот безумно дорогой препарат. Никогда в жизни этот препарат не будет применяться, потому что он безумно дорогой. А будем колоть синестрол, как и кололи, да, Сергей Петрович? Помните эти разговоры? Что сегодня за ладекс? Это же, ну, по-моему, дешевле вообще ничего и не придумаешь. Сколько он, 3 тысячи стоит на месяц? Так же, я думаю, эта история происходит с любым инновационным препаратом. Конечно, изначально кажется, что это достаточно дорогое лечение, но сегодня вы знаете, какие объемы выделяются по нацпроекту здоровья, в том числе по программе борьбы с онкологическими заболеваниями. Я вас уверяю, этих денег хватит на всех больных с ним метастатическим, кастрационным, резидентным раком. Но, если вы будете продолжать, не вы, а учреждения, в которых вы работаете, продолжать упорно закупать флутамиды и бикалутамиды, о которых вообще забыть надо, то тогда денег может не хватить. Поэтому, конечно, надо работать над собой, работать с администраторами, с регуляторами здравоохранения и стремиться к тому, чтобы наши больные получали, как вы видите, наиболее эффективные способы лечения. Нет вопросов, коллеги? Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот вы привели клинический случай из личной практики, а этому пациенту вы назначали ПЭТ или, может быть, он сам его сделал? Я специально не назначал МОПЭТ, уже знакомый с ситуацией. И, естественно, мне было крайне интересно... Чтобы не расстраивать. Но его, наверное, уже не расстроишь, потому что это же 13 лет непрерывной работы. Поэтому это все уже давно обсуждено и получен ответ. Поэтому нет, я специально не делал, потому что я понимаю, что у пациента ничего другого я предложить не могу в этой ситуации. И можно еще один вопрос? Вот, учитывая то, что показания к назначению абхолутамида постоянно расширяются, можно предположить, что он будет также эффективен и при метастатическом конституционно-рефракторном раке. И в связи с этим хотелось бы узнать, чем этот препарат именно по механизму своего воздействия отличается от того же энзолутамида. Что это? Это высокоселективный антиэнероген или он работает иначе, как и биратрон? Какие преимущества может нам дать принципиально, исходя из механизма своего воздействия? Спасибо за Ваш вопрос. Это антиэнероген, совершенно Вы правы, который ингибирует ассоциацию дигидротестостерона с андрогеновым рецептором, ингибирует перемещение этого комплекса в ядро и ингибирует связывание комплекса с ДНК в ядре клеток, то есть на нескольких уровнях, принципиальных отличий от энзолутамиды или даролутамиды, это третий препарат, которого нет в России пока, но из этих групп нет принципиальных отличий. Но почему препарат не зарегистрирован для лечения метастатического кастрационного рецептора рака, потому что не было таких исследований, понимаете, для основы регистрации это рандомизированные исследования. Ну это обычный маркетологический ход компании, потому что там есть аберротерон, там есть энзолутамид, решили пойти в другие ниши. И вот третья ниша, которая потенциальное будущее, о которой я упоминал, это неодевантная терапия. Сейчас аполутамид изучается в качестве агента для неодевантной терапии в больных высокого риска перед простатектемией. Еще у меня вопрос к Павлу Сергеевичу. Вы являетесь заместителем главного врача по организационно-методической работе, главный специалист по медицинскому стратегическому развитию городского онкодиспансера. Что вы как главный специалист сделали или в планах у вас сделать? Вы говорите, что урологи, онкорологи, видя ПСА 2, 3, 5, говорят, что все в порядке, идите. Вы как-то собирали этих врачей, которым такие больные попадают. Какое-то методическое письмо рассылали. Спасибо за вопрос. Методическое письмо мы не рассылали, но мы регулярно проводим совещания с онкологами ежемесячно. Информация о изменениях в рекомендациях Остаса онкологов России доводится на них регулярно, непосредственно. И в марте месяце у нас 20-21 планируется конференция по химиотерапии, где этот момент тоже будет освещаться непосредственно. Спасибо. Пожалуйста. Но вообще данная ситуация, она не в моей компетенции, а в компетенции главного онколога все-таки. Борис Яковлевич, я хотел узнать, прием антиандрогенов, они уменьшают же объем предстательной железы, и почему их не использовать при аденоме простаты, например? Ну, наверное, все-таки это будет стрельба из пушки по воробьям, как мне кажется, потому что при аденоме простаты есть другие препараты, ингибиторы 5-альфа-редуктазы, которые также могут уменьшить вес, и целью вашего лечения должно быть снижение объема, хотя при аденоме простаты там все-таки цели должны быть несколько другие, как я понимаю. Поэтому зачем использовать препарат, ну, скажем так, инновационный и не самый дешевый в тех нишах, где можно использовать другие препараты с тем же эффектом? Использовать-то можно, но не нужно. Коллеги, если нет больше вопросов, разрешите мне поблагодарить Павла Сергеевича и Александра Константиновича. Мы как смогли постарались вести вас в курс этой проблемы, которая сегодня, на мой взгляд, является очень интересной, применение новых вариантов. Вы знаете, очень интересное время мы живем, потому что, по крайней мере, в онкоурологии сегодня совершенно происходят революционные изменения. И причем и у больных раком предстоятельной железы, и у больных раком почки, и у больных раком мочевого пузыря. В плане возможности реально увеличения продолжительности жизни, даже, как вы видите, на стадии распространенного процесса, кастрационно-резистентного процесса, если говорить о больных раком предстоятельной железы. И мы, конечно, должны стремиться вместе с вами к тому, чтобы как можно больше больных получили эти методы лечения. Поэтому я вас к этому призываю и надеюсь, что, когда мы встретимся в следующий раз, и будет там, что чему нет, а цистэктомии нет, мы обменяемся впечатлениями по опыту применения аполутомида у этих пациентов. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.